Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E выходит на рынок Европы еще до того, как поступит в продажу в США. Причем в старом свете модель запускается как просто Mach-E. Внешних отличий от американки совсем немного. Это другой рисунок ходовых огней, а также иное оформление псевдорешетки радиатора на передке. А вот чтобы модель отвечала требованиям покупателей, инженерам пришлось проделать серьезную работу. Доводки потребовали подвеска и рулевое управление, а системы стабилизации и полного привода были перекалиброваны. Как и в США, у евроверсии кроссовера будет две заднеприводные модификации. Одна попроще, вторая помощнее и с более емкой батареей. Кроме того, в линейку войдут полноприводные варианты с теми же батареями, но более мощными силовыми установками. В зависимости от версии запас хода варьируется от 420 до 600 километров. У всех машин заложена возможность обновления ПО по воздуху, при котором могут быть улучшены функции развлекательной системы, а также производительность автомобиля. Начало поставок только планируется, а живые машины клиенты получат под занавес этого года. Минэкономразвитие и Росреестр предлагают провести гаражную амнистию. Сейчас, по данным Единого государственного реестра недвижимости, без регистрации по всей стране, стоят более 3,5 миллионов гаражей. Законопроект вводит само понятие гараж, а также устанавливает перечень документов, которые смогут подтвердить владение объектом. При этом каждый регион сможет устанавливать список бумаг отдельно. В случае принятия документа он вступит в силу в 2021 году.